МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы продолжаем обратный отсчет до дня празднования Великой Победы. Здравствуйте, я Павел Овчинников. И в начале выпуска коротко о главных темах. Показатель выполнен на 312%. Много позитива. В регионе выросла рождаемость, уменьшилась смертность. Областной Минздрав обобщил показатели прошлого года. Мы должны производить не в 2 раза, а в 3 раза больше молока. Нужно больше буренок. Производители молока не поспевают за потребностями переработчиков. Я думаю, что смена паспорта этой девочки предстоит. Жизнь с новым лицом. Самарские медики совместно с бельгийскими провели сложнейшую операцию. Очередные гонки с преследованием. Днем раньше погоня была в Самаре, а теперь уже в Тольятти. Сотрудники ДПС мчались за нарушителем почти полчаса. Скорость превышала 100 км в час. Ситуация создавала реальную угрозу для окружающих. Чтобы остановить нарушителя, полицейские вынуждены были применить оружие. Подробности далее. Легковой автомобиль привлек внимание сотрудников ДПС тонированными стеклами. Но на требование правоохранителя остановиться нарушитель отреагировал иначе. И началось. Полицейские, сообщив о происходящем, начали преследование. Погоня развернулась на одной из самых оживленных улицах города, центрального района. Чтобы остановить опасного водителя, к преследованию присоединился еще один наряд. Но похоже, что это только разодорило нарушителя. Водители, оставайтесь на месте, никуда не выезжайте. Оставайтесь на месте. Оказавшись нам в одной дороге, нарушитель продолжил движение в сторону улицы Новозаводской. Здесь правоохранители приготовили ловушку, переградив часть дороги грузовиком. Но водителю удалось проскочить ее. Тогда полицейские сменили тактику. После чего инспекторам было применено табельное оружие для остановки данного нарушителя. Было повреждено транспортное средство нарушителя, но водитель, к сожалению, продолжал движение. Преследование продолжалось порядка 20 минут. В итоге водитель заехал в промзону, где бросил свой автомобиль и попытался скрыться путем бегства. После задержания в отношении водителя были составлены 10 административных материалов, в том числе за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Я отказываюсь вообще от отдачи любых показаний. Как оказалось, мужчина 81-го года рождения лишен прав и уже 4 раза привлекался за вождение в нетрезвом виде. Сейчас он арестован сроком на 15 суток. Катерина Контоярская, Филипп Карецкий, СТВ. Производство молока в Самарской области необходимо увеличить в 2-3 раза. Местные предприятия по переработке могут освоить такие объемы, с учетом того, что они нарастили производственные мощности. Но сейчас больше половины молока увозится из других регионов. Как изменить такое положение, глава региона Николай Меркушкин обсудил на одном из самарских предприятий. Крупные переработчики молока в регионе направляют значительные суммы на развитие и модернизацию производства. В частности, инвесторы за два года вложили в мощности самарского молокозавода 1,5 млрд рублей. Что позволило увеличить объемы переработки молока с 200 тонн до 600 тонн в сутки. Из них 44% – это доля поставок молока из Самарской области. Аналогичные меры принимают и другие местные производители, в том числе и с применением субсидий из бюджетов разных уровней. Но есть проблема – поставщики пока не поспевают за ростом производственных мощностей. Доходит до того, что заводы переманивают молочников друг у друга. Кроме того, больше половины молока приходится завозить из Татарстана, Оренбургской и Ульяновской областей. Мы должны производить не в два раза, а в три раза больше молока, чем мы сегодня производим. И чем не больше мы в том числе будем продавать за пределы Самарской области, тем лучше для нас. То есть мы экспортеры, условно, там создается более глубоко переработанный продукт, новые рабочие места и так далее. Глава региона Николай Меркушкин и производители молочной продукции пришли к выводу, что нужно инвестировать не только в производство, но и вкладывать средства в увеличение поголовья скота. Надо отметить, что компании уже работают в этой сфере. Одному из региональных сельхозпроизводителей приобрели около 600 элитных коров. Работа в этом направлении будет продолжена. Максим Остриков, Николай Сидоров, СТВ. В Самарском регионе проводят профилактику вредных привычек среди дошкольников. Такую меру областной Минздрав впервые применил в прошлом году. Что такое здоровый образ жизни, тогда узнали о 62 тысячи детей. И работа продолжается, как в целом реализуется в губернии госпрограммы по здравоохранению в нашем материале. Доклад министра здравоохранения изобилует позитивными фактами. Так, в прошлом году в губернии снизилась смертность. От болезни системы кровообращения на 12%, туберкулеза на 21%, от новообразований на 3%. Рождаемость при этом увеличилась почти на тысячу человек и стало меньше абортов по желанию женщины. То есть не по медицинским показателям, на целых 14%. Все это итоги реализации госпрограммы по развитию здравоохранения в Самарской области. Показатели такие хорошие, что кажутся нереальными. Эффективность реализации программы в 2014 году 692%. Я все понимаю, 150%, 120%, даже 60% как боевикологов. И тоже, чтобы понять, плохо работает. Но когда же 700% качества, да, но это... Я могу сказать, что вот почему такие показатели очень высокого исполнения. Нам спущен был показатель по материнской смертности 7,8% случаев на 100 тысяч родившихся. Факт 2,5% случаев на 100 тысяч родившихся. Поэтому показатель выполнен на 312%. Кроме того, в прошлом году на 10% уменьшилась младенческая смертность. Сохранить позитивную динамику и еще улучшить показатели поможет новый перинатальный центр. Полностью построены два этажа. Сроки соблюдаются. Здание должны сдать в эксплуатацию в 2016 году. Юлия Клюну, Владимир Терентьев, СТВ. Территорию размером с просторную квартиру берет в апреле практически каждый житель региона. В Самаре и губернии продолжается месячник по благоустройству. В этом году, чтобы подготовить улицы, дворы и скверы Кибилею Победы, трудовые коллективы выйдут на уборку не один раз, а как минимум четыре. К 9 мая везде должно быть чисто. Такое поручение дал глава региона. В сквере на улице Дачной проходит средник. Чтобы убрать почерневшие сугробы и мусор, приехали сотрудники Министерства энергетики и ЖКХ и подведомственных организаций. За каждым таким коллективом в городе закреплена своя территория. Работают не для галочки, а как положено. Участок нужно облагородить полностью, что называется, под ключ. Вплоть до побелки бордюров и деревьев и спиливания сухих веток. Выполняем поручение губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина по проведению месячника на территории субъекта, точнее на территории Самарской области, по приведению в надлежащий вид, в порядок тех территорий, на которых мы проживаем. Это не только в Самаре происходит. Это происходит в каждом муниципальном районе, в каждом городе, расположенном на территории Самарской области. Чтобы закрепленный участок радовал глаз, служащим Минэнерго придется выйти на уборку как минимум четыре раза. Люди относятся к этому позитивно. Все живем в одном городе. Все с удовольствием пошли на этот субботник. Там же в городе после зимы влазят все вот эти подснежники, все эти грязные, но они просто режут глаз. Люди понимают, что поучаствовать в уборке улицы и скверов Дню Победы – обязанность каждого. Подключиться можно в будущую субботу, 11 апреля. На эту дату назначен уже ставший традиционным Гагаринский субботник. Или через неделю, 18 апреля. В этот день пройдет общегородской субботник. Юлия Кленов, Владимир Терентьев, СТВ. Сейчас прервемся и смотрите далее в нашем выпуске. Триумфальные арки строят, наверное, раз в сто лет. В Самаре появится новый культурный объект. На Аллее Трудовой Славы возводят Триумфальную арку. Топливный рынок Самары и Самарской области расширился. И предложений заправиться бензином стандарта Евро-5 стало больше. Насколько качественное топливо автомобилисты теперь могут проверить прямо на автозаправочных станциях. После запроса клиента за работу принимаются специалисты мобильной лаборатории. На каких АЗС это возможно, знает Дина Сметанова. Фракционный состав, октановое число, содержание серы и другие параметры нефтепродуктов, которые реализуются через сеть АЗС компании «Башнефть», на месте проверяют специалисты мобильной лаборатории. В нашей компании осуществляется ежедневный контроль при приеме бензовоза на АЗС. Приемо-издаточный анализ проводят операторы автозаправочных станций. Ежемесячно лаборатория проверяет качество нефтепродуктов. Претензий по Самаре на продукцию нашей компании нет. Для повышения качества услуг традиции «Башнефть» стали подарки клиентам и заправка автомобилей топ-менеджерами. Они из первых уст получают информацию, довольны ли автомобилисты. Качество бензина мне нравится, я заправляюсь только на «Башнефти». Я в отрасли на протяжении уже 15 лет, и когда-то я работал на АЗС. Бизнес находится здесь, а не в кабинете. Компания «Башнефть» нарастила количество приобретенных активов и намерена увеличить присутствие в регионе до 20%, поставляя топливо «Евро-5» с модернизированных заводов своего нефтеперерабатывающего комплекса. У нас в эксплуатации, в собственной эксплуатации, в эксплуатации «Башнефть-Рознице» находятся 18 действующих станций, и мы ведем операционную деятельность. И в самое ближайшее время линейка продуктов будет расширена. Появится новое премиальное топливо «Атом» с улучшенными потребительскими характеристиками. Дина Сметанова, Эдуард Растегаев, СТВ. В Самарской области продолжается реформа местного самоуправления. В ее рамках 10 апреля завершится формирование территориальных общественных советов. Теперь в городском округе будет 85 микрорайонов и в каждом свой совещательный орган. Напомню, что они будут наделены правом законодательной инициативы. Также получат небольшой штат исполнителей, которые будут заниматься решением конкретных проблем того или иного микрорайона. По мнению экспертов, эффективность работы общественных советов будет зависеть от активности людей, из которых они будут сформированы. В своем послании Николай Меркушкин отметил, что общественные советы, используя не только бюджетные ресурсы, но и добровольные взносы самих людей и организаций, должны будут решать многие вопросы местного значения, контролировать реализацию государственных и муниципальных программ. Конец цитаты. В Самаре появится новый мемориальный объект. На аллее трудовой славы возводят триумфальную арку. Монумент посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Сейчас идет завершающая стадия строительства. Ход работ проинспектировал глава администрации Самар Олег Фурсов. Все подробности в материале наших корреспондентов. Сооружение уже возвезено. 18-метровый исполин пока под строительной завесой. Арка на две трети облицована гранитными плитами. Остается только, что называется, тонкая, практически ювелирная работа. Совсем скоро начнется монтаж бронзовых элементов. Само массивное сооружение украсят горельефами и скульптурными композициями. Тротуар возле арки тоже приведут в надлежащий вид. Такой тематики нету нигде. Триумфальные арки строят, наверное, раз в сто лет. То есть уникальное сооружение в том, что она действительно строится очень редко. И не во всех городах есть триумфальные арки. И в Самаре эта уникальная арка тем, что тут отображается подвиг советского человека во время Великой Отечественной войны как на войне, так и в тылу. В этом году аллея Трудовой Славы будет полностью отремонтирована. Проект благоустройства уже разработан. Вся территория от улицы Воронежской до Ташкентской получит свежий вид. Будет уложена тротуарная плитка, заменены бордюры, установлены лавочки и урны. Кроме того, отремонтируют дорогу по проспекту юных пионеров. Ну а промышленные предприятия города приведут в порядок 11 монументов и архитектурных композиций, посвященных трудовому подвигу Самары в годы войны. Является одной из знаковых точек нашего города. И крайне важно, чтобы эта точка имела соответствующий вид, привлекательность и напоминала людям о том вкладе, который внесли трудовые коллективы Самары, в победу как в Великой Отечественной войне, так и в развитии нашего города в послевоенный период. Для нас это очень важно. Триумфальную арку откроют 7 мая, ну а полностью отремонтированную аллею Трудовой Славы 4 ноября этого года. Александр Синонов, Олег Галочкин, СТВ. Жизнь с новым лицом. В Самарской областной клинической больнице имени Середавина 18-летние девушки провели сложнейшую операцию по исправлению врожденной патологии, так называемой птичье лицо. У пациентки фактически отсутствовал подбородок. Это довольно редкое заболевание, и в год выполняется не более пяти подобных операций. О ее результатах узнали наши корреспонденты. Сама пациентка не захотела участвовать в съемке и даже попросила не указывать ее имя. К новому лицу она еще только привыкает. Как рассказали медики, до 12 лет патология у девушки не проявлялась. И только в 17 она обратилась к врачам. Медики сразу предупредили, что исправление дефекта в общей сложности займет больше года. И без операции не обойтись. Ее необходимо делать не только с целью исправления эстетики лица, но и для восстановления здоровья в целом, так как у пациентки выявили нарушение дыхания. На первом этапе медики провели подготовку, ну а затем хирургическая реконструкция. Операция по исправлению челюсти длилась 4 часа. Делаются искусственные, производятся искусственные переломы, фрагментарные резекции подбородка. И подбородок уже передвигается на тот уровень, на который было рассчитано до операции. В лечении пациентки с этим редким заболеванием принимали участие медики из Бельгии и других медицинских учреждений. Лечение выполнялось в рамках высокотехнологичной медицинской помощи. Все это проходит совместно с клиниками медицинского университета. И спасибо большое нашим коллегам из Бельгии. Сейчас молодая девушка проходит курс после операционной реабилитации. Медики обещают, что через несколько месяцев ее лечение окончательно завершится. И последнее, что ей необходимо будет сделать, так это сменить паспорт со старой фотографии. Екатерина Контаевска, Николай Сидоров, СТВ. Самарский ЦСКА ВВС продолжает бороться за чемпионство в российской хоккейной лиге. Пока счет финальной серии неутешительный, 2-0 в пользу соперника команды Ростов. Впереди домашние поединки для военных летчиков. В этот четверг южане пожалуют на Олжские берега. О том, с каким настроением самарцы готовятся принять серьезных и опасных гостей, в репортаже Александра Семенова. Ростов начал неожиданно прытко. Казалось, что полуфинальная серия с Мордовией должна была утомить южан. Команда отыграли все пять матчей и только в решающем поединке определилась судьба путевки в финал. Но не тут-то было. Ростов выглядит свежим и боевым коллективом. При этом ЦСКА ВВС достаточно легко прошел полуфинальную стадию. Военные летчики без особых усилий расправились со Смоленским Славутичем. Какие могут быть эмоции? Естественно, они в данной ситуации, в данном случае, только положительные. Я очень благодарен ребятам за то, что они вот эти последние игры просто, ну, так скажем, на жилах. В финальной серии на своем льду Ростов в обоих поединках обыграл ЦСКА ВВС. Только в дополнительное время. У фактического настроения, у военных летчиков нет. Напротив, волжане полны решимости на предстоящую ледовую дуэль. Победа над южанами для волжан имеет особое значение. Я бы сказал бы, и Ростов уже с этого года стал почему-то принципиальный. Там такие воины шли. Для ЦСКА ВВС попасть в финал российской хоккейной лиги уже огромнейшее достижение. Даже самые смелые болельщики в начале сезона не надеялись на такой впечатляющий результат. Но, как известно, аппетит приходит во время еды. И теперь военные летчики всерьез хотят побороться за золото первенства. Александр Семенов, Олег Галочкин, СТВ. Что ж, у меня на этом все. Далее вас ждет блок полезной информации, прогноз погоды и программа «Абзац». В завершении выпуска я напомню адрес сайта Георгия Лиманского. ГСЛиманский.ру Читайте наши новости первыми в социальных сетях, в группах СКАТ СТВ Самара. Ну и, конечно, заходите на сайт телерадиокомпании СКАТ. Ну и я с вами прощаюсь. Желаю вам всего доброго и до свидания. Семейный праздник, ремонт в квартире, горящая путевка. А в вашей жизни бывают непредвиденные ситуации, когда срочно нужны деньги до зарплаты. Получить краткосрочный займ в компании «Быстрые деньги» просто, быстро и удобно. Прийти в офис, оставить онлайн-заявку на нашем сайте быстроденьги.ру, либо позвонить по телефону горячей линии. Для оформления вам необходим при себе только паспорт. Определить оптимальную для вас сумму займа, срок и сумму к возврату поможет специалист в офисе или онлайн-калькулятор. Никаких скрытых комиссий. Вам сразу назовут окончательную сумму к возврату, озвучат проценты, напомнят дату платежа и расскажут, как избежать просрочки при невозможности погасить долг вовремя. Всегда можно погасить займ раньше оговоренного в договоре срока, оплатив при этом только проценты за фактический срок пользования деньгами. Сначала оформлял заявку в офисе, затем сотрудники подсказали, что это можно сделать с помощью интернета. Очень удобно, мне нравится, друзьям всегда советую. Приходите и сами убедитесь, что получить займ в быстрой деньги быстро, просто и удобно. Кошелев проект представляет программу льготного софинансирования приобретения жилья в новостройках. Теперь это 11,9% годовых и скидка в 150 тысяч рублей при покупке новой квартиры только до 1 мая. Все подробности по телефону 331-3000.